Путин уже начал поход. Поддержим Владимира Владимировича, ведь одному человеку, даже такому сильному, как наш президент, обязательно требуется помощь и народная поддержка. Я считаю, что долг каждого из нас – поддержать, и не только словами, но и инициативами, делами. Сегодня в нашем фонде удалось собрать сильнейших экспертов и очень инициативных людей. В течение нескольких лет шла подготовительная работа, очень сложная. Мы выпустили книги «Проект Россия», а в ближайшее время мы начинаем конкретный масштабный проект уже на земле, в делах, в интернете. Главные принципы – это позитив, созидательность, объединение или, говоря по-русски, соборность. Наша культура именно своей соборностью всегда была сильна, когда для решения каких-то проблем люди собирались вместе и думают, и действуют сообща. Соборность всегда усиливала народы, которые жили и живут в России. И наоборот, теряю эту соборность. Уходя от России, эти народы и страны сразу слабели. Мы запускаем в ближайшее время большой комплекс мероприятий, включая сугубо экономические проекты и сугубо технологические. Мы объединяем философию, технологии, духовность и прагматизм, лирику и экономику. Время пришло, и каждому жителю России мы предлагаем новый взгляд на жизнь, новые возможности для самореализации, для улучшения своего благосостояния, для самоуважения. В том числе мы создаем чистый интернет, сетевое пространство, лишенное недостатков обычного интернета. Развитие вместо деградации, позитив вместо чернухи, красота вместо пардухи, реальные люди вместо анонимов. Россия и может, и должна сделать сильный прорыв в развитии, дать миру глобальный проект. Но это реально только при нашем объединении, соработничестве каждого из нас. Для этого процессом мы уже сделали прототип соборной социальной сети России. А 21 век – столетие большого сбора всех позитивных людей под эгидой российского миротворчества и созидательности. Пора объединяться. С вами был вице-президент Фонда наследия страны Александр Серегин.